Всем привет-привет! С наступающим вас Новым Годом! В этом видео я покажу, как я буду выглядеть новогоднюю ночь. Покажу, как сделать прическу, макияж и свой образ. Покажу платье, которое я привезла с собой из Алматы, но я думаю, вы его уже видели. И хорошо, что я его взяла с собой, так как здесь вообще нет красивой нарядной одежды. И даже если бы я ее нашла здесь, то она стоила бы очень дорого, поверьте мне. Поэтому я безумно рада, что я привезла с собой платье. Итак, начнем. Не стала снимать в этот раз долгий процесс оформления моих бровей, дабы вас не переутомить. Обязательно сниму об этом отдельное видео и сразу приступим к прическе. Для себя я вывела недавно одно правило, даже если мои волосы чистые, я все равно на них перед прической наношу сухой шампунь. За счет него мои волосы становятся вот реально более послушными и объем дольше держится. Так что если вы куда-нибудь собираетесь на мероприятие, хотите, чтобы ваша прическа дольше продержалась и волосы были более, знаете, такими текстурными, послушными, нанесите сухой шампунь на них. Чтобы привести волосы в порядок, так как у меня нет здесь ни фена, ни утюжка, я немного подкручу кончики плойкой. После этого волосы будут выглядеть более ухоженными. Волосы я свои накрутила, сказать честно, я их снова отращиваю. Хочу, чтобы они были длинными, поэтому не подстригаю, снова ухаживаю за ними и так далее. На море я сложновато, конечно, с этим. Они очень пересыхают, кончики страшно сохнут. Как могу, так и реанимирую их, в общем. Поэтому кудряшки получаются очень быстро из-за того, что волосы суховатые. Есть классная резинка с двумя крючками на кончиках. Крючок цепляется на волосы и резинкой обматывает хвост. Таким образом прическа будет держаться долго, очень хвост не съезжает. И мне этот способ очень нравится. Я знаю, что такой крючок можно сделать самостоятельно из шпилек для волос с резинками. Посмотрите видео уроки в ютюбе. Уберу лишние волоски с лица при помощи лака на руку. И приглаживайте. Вот видите залысины. Они не очень красиво смотрятся. И их можно замаскировать при помощи теней. Таким образом волосы будут казаться намного объемнее. И прическа будет выглядеть красивее. Вам просто нужно будет взять тени в тон ваших корней. И кисточкой закрасить вот эти пробелы. Идеально мне подошел оттенок из Naked Basic 2. Самый темный оттенок. И мне буду закрашивать пробелы. Посмотрите, какой потрясающий эффект благодаря теням. И вначале перед тем, как я буду делать макияж глаз, я хочу нанести патчи под глаза. У меня это от Skin Island. И мы сейчас их наклеим под глаза. О, такой освежающий эффект. Начну с макияжа глаз. Нанесу на веки базу от Lancome. Она мне очень нравится. Ее подарили. И просто скажу, что она очень хорошая. У меня есть вот такая потрясающая палетка от Smashbox. Она новая. В ней находятся классные оттенки, которые подходят мне на удивление почти всем. Я возьму из этой палеточки самый светлый, светло-серый оттенок. И нанесу его на все веко. Красивый оттенок. Серо-розовый напоминает переливание лунного камня. Следующим оттенком я добавлю только глубину глазам. Сделаю их немного больше. Возьму оттеночек потемнее. Он тоже серо-фиолетовый. Сегодняшний макияж я буду делать при помощи замечательных, лимитированных кисточек от Smashbox. Посмотрите, какие они красивые, неоновые. Эти кисти были созданы совместно с Мэрил Патаки. Здесь пять кистей. Добавлю немного глубины в складку века. Это мой любимый трюк. Универсальный. Может быть покажется, что он повторяется из макияжа в макияж. Но так легче всего делать макияж. Теперь возьму самую тонкую маленькую кисточку. И темно-серый оттенок нанесу на нижние века. И да, в этом макияже будут стрелки. Подводка японская, моя любимая. Вы знаете, какая я уже не раз ее показывала. Мне кажется, я не изменю ее никогда. Оформляю ресницы. У меня есть потрясающая тушь. Посмотрите, какая она необычная. X-Rated от Smashbox. У меня вся почти косметика с собой от Smashbox. Потому что она была новая у меня. И я решила взять с собой новинки. Потому что каждый раз крашусь одним и тем же. И в этот раз подумала, нет. С собой я возьму новинки и буду их тестить. Снимаю патчи. Тональный крем у меня от Dior Forever. Его я буду наносить при помощи плоской кисточки. Не забывайте про ваши ушки. И место за ушами. Немного и шеи. Обязательно припудриваем Т-зону. Фиксируем тональную основу при помощи пудры. Я совсем чуть-чуть сделаю контуринг. Уменьшу носик. И чуть-чуть выделю скулы. Ну, совсем немного. В последнее время я не очень люблю делать контуринг. Мне кажется, он как-то грубит, взрослит. Это разве что немного нос уменьшить. Просто затемняю крылья носа и под носом немножечко. Тем самым я чуть-чуть сузила нос. Приступаем к макияжу губ. На губы я тоже нанесу базу. У меня есть потрясающий блеск для губ. Очень пигментированный о Dior. Под названием Rouge Dior Brilliant. У меня в оттенке 766. Но этот цвет потрясающий. И вы сейчас это увидите. Видите? И в конце, в последнее время, дабы не перегружать макияж, я наношу на щечки немного тинта. У меня обычный juicy shaker. Буквально по капельке я наношу на яблочке щек и растушевываю пальчиками. Juicy shaker в оттенке 372. Холодный оттенок. Он придает сияние лицу, свежесть. И тем самым я даже не перебачиваю с румяна, как я это делаю обычно. Дополню этот образ одной сережкой. В последнее время я люблю носить только один аксессуар в ухе, если это крупный аксессуар. Я надеюсь, вам понравился мой образ новогодний. Если да, то ставьте лайки, комментируйте. И хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего самого лучшего. Я хочу, чтобы все ваши мечты сбылись, желания осуществились. Самое главное, чтобы вы были здоровыми, не болели. Ставьте всегда перед собой новые цели и идите к ним. Если вы будете так делать, то все у вас получится. Всем счастливого Нового Года. Люблю вас. Целую. С вами была Женя Гейн. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова